Так, ну что, завершился у нас второй день соревнований. В этот раз был произвольный танец. И надо сразу же сказать, что, в отличие от первого дня, какая огромная разница. Если вчера в целом все катали достаточно плохо, даже дело не в катании, не в ошибках, оставим все ошибки Али Шаховцовой, для этого она там и находится. А речь о самих программах, о целостности и о том, как они сами смотрятся. В первый день, прямо скажем, все было пресно и тухло. Но насколько же классным был произвольный танец? Во-первых, совершенно замечательное разнообразие музыкальных композиций. Ну и, конечно же, сами танцевальные дуэты значительно добавили. Все молодцы, приятно видеть пары из Оренбурга, из Самары. Очень бы хотелось, чтобы и дальше фигурное катание развивалось активно в регионах. Но если говорить о тех, кто прям понравился-понравился, кто смотрелся на одном дыхании, то опять же это те самые пары, которые выделялись и в первом дне. И снова повторюсь, хоть они и выделялись в первом дне, все равно все это было достаточно пресно. Но как же, черт возьми, они раскрылись в произвольной программе? Начнем в порядке появления. Лиза Шанаева-Дэвид Нарижный. Да, Лиза допустила ошибку, да, была грязь в дорожках шагов. Но вот эта скорость, вот эта энергетика, та самая изюминка в программе, это было настолько классно смотреть, а какая классная музыка играла. Да, кто-то скажет, что, возможно, это похоже на то, что катали Шевченко и Ременко, но все равно они совершенно другие, и действительно подросла отличная замена. Как мы и говорили в самом начале, до старта прокатов, что, возможно, за межсезонье Лиза и Дэвид заматерели, стали лучше. И в действительности это так и оказалось. И мы сейчас говорим о сырой программе, в которой были допущены ошибки. Что же будет, когда они доведут ее до совершенства? Просто на одном дыхании все смотрелось. Ребята просто молодцы. Правда, одно замечание, это то, что происходит небольшой диссонанс. Лиза улыбается, вживается в роль, все замечательно, а Дэвид тот и до катается с каменным лицом. Судьи, когда будут смотреть прокат, посмотрят, как здорово улыбается Лиза, а потом посмотрят на каменное лицо Дэвида. И вполне возможно, что даже такая, казалось бы, мелочь, может также повлиять на оценку. Ну а в целом исправить ошибки, дошлифовать программу, и это просто супер. Дальше катала Лиза Худайбердеева со своим новым партнером Филатовым. Ну здесь просто с первых же секунд, на самом деле это и было и в прошлом году, когда Лиза катала с Никитой, это просто колоссальная разница с остальными. Вот идет юниорское гран-при, ты смотришь на пары, ну катаются вроде бы нормально, ничего такого, но когда выходили Лиза и Никита, и сейчас вот Лиза с новым партнером, все моментально меняется. С первых же секунд ты видишь и чувствуешь, что катают мастера. Скорость, вот эта взрослость катания, абсолютно брейвтекинг. С первых же секунд они тебя захватывают и окунают в ту историю, которую катают на льду. Невероятно мастерские, и это уже не юниоры. Эти ребята катаются уже по-настоящему по-взрослому. Ну и дальше Катя Каташинская с Васьковичем, ну конечно на фоне Лизы Худайбердеевой, они катали сразу после них, разница конечно очевидна. Все-таки у этой пары больше такое юниорское катание, но тем не менее, опять же есть своя изюминка. Катя Каташинская просто замечательно вживается в роль, и очень здорово играет на льду. То есть ты ей действительно веришь. Такая заводная милая программа. Твизлы, кстати, очень шикарно сделали ребята, но над остальным нужно работать. Скорость, качество исполнения элементов, ножки нужно дотягивать. Ну как и сказал, для этого там сидит Алла Шаховцова, которая всем расскажет про их ошибки. Также достаточно приятные впечатления, произвела пара Софья Титюнина, не помню, к сожалению, партнера. Вроде бы все неплохо, но чего-то не хватало. Вот будет это чего-то, и будет прям полноценная захватывающая программа. А без этого чего-то смотрелось это достаточно здорово, но вот не было того эффекта, который, например, был после проката Лизы Худебердиевой. Ну и плюс не забываем про то, что у нас Дарья Учерезана с Хаврониной и Ушакова-Некрасов в силу определенных обстоятельств не смогли участвовать на контрольных прокатах. И, имея все это в виду, снова появляется оптимизм. Так что, подводя итог, все пары порадовали, какие-то пары прям очень сильно порадовали, каким-то нужно больше работать. Ну и в целом все у нас достаточно неплохо. Будем надеяться, что эту планку, которую мы взяли, ниже нее мы не будем опускаться, а будем идти только выше. Ну и, конечно же, хотелось бы избежать той ситуации, которая случилась у нас на прошлом юниорском чемпионате мира, когда три наших танцевальных дуэта были фаворитами, а выиграли канадцы. Продолжение следует...